Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. В день рождения Астаны 75 жителей Караганды получили новые благоустроенные квартиры. Первый заместитель Акима области Асылбек Дюсюбаев с рабочей поездкой посетил город Сатпаев и Жанаркинский район. В связи с ремонтными работами 8 и 9 июля в Караганде будет прекращена подача холодной воды. 75 жителей Караганды получили новые благоустроенные квартиры. Квадратные метры выдали в микрорайоне Астана по улице Ермекова 106-6. С этим радостным событием новоселов поздравили местные власти. Вручая ключи новым собственникам квартиры Акимобласти Нурмухамбет, Абдебеков отметил, что данное событие – конкретная реализация политики главы государства, направленная на повышение качества жизни казахстанцев. Вместе с укреплением здравоохранения, образования и социального обеспечения особое внимание уделяется строительству жилья. «Наверное, они долгое время мечтали об этом, и сегодня это свершилось. Это наше общее достижение. Это наш подарок Дню столицы. И мы вместе все радуемся этому». Среди получивших квартиры дети-сироты, многодетные неполные семьи, инвалиды, семьи, имеющие или воспитывающие детей инвалидов. По традиции, перед входом в дом был совершен обряд шашу, а затем Акимобласти осмотрел несколько квартир, беседовал с их владельцами, пожелал им счастья и благополучия. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Во время рабочей поездки по Караганде Акимобласти Нурмухаммед Абдебеков ознакомился с благоустройством города и строительством ряда социально значимых объектов. Среди них сквер за мемориалом «Вечный огонь» и фармацевтический комплекс. Реконструкция мемориала «Вечный огонь» ведётся в соответствии с меморандумом о взаимном сотрудничестве между Акиматом области и Евразийской группой. На эти цели выделено почти 93 миллиона тенге. Разработан проект благоустройства сквера общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, ограждение, установка детских игровых площадок, комплексов, малых архитектурных форм и опор освещения. Завершить работы планируется 1 августа текущего года. Следующим объектом посещения стал Карагандинский фармацевтический комплекс, где в настоящее время реализуется проект по трансферту современных наукоёмких технологий, внедрению инновационных технологий производства лекарственных препаратов в соответствии с требованиями GMP. Кроме того, глава области ознакомился с ходом модернизации стелы Победы в парке на юго-востоке Караганды и строительством здания Дома дружбы. По итогам поездки Нурмухамбет Абдебеков дал ряд поручений Акиму Караганды и руководителям организаций, ведущих работы по благоустройству и строительству объектов. Николай Кровец, Ажас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Бег нам поможет силы умножить. Тебе Астана. Эстафету по таким названиям устроили в минувшую субботу в Караганде. Представители городов и районов нашей области в честь праздника добежали до Темиртау. Так они отметили День столицы. Праздник физкультуры – это радость и удовольствие от общения. У областного кемата собрались те, кто решил спортивными успехами встретить День столицы. Предпраздничная эстафета состояла из двух забегов. Первый – на 1,4 километра, и второй – на 15,5 километров. В числе участников были чиновники, депутаты, студенты, школьники и даже инвалиды-колясочники. Они входили в состав 18 команд. Отметим, что в сборную Караганды вошел известный десятиборец Дмитрий Карпов. Астана стала центром принятия важных политических решений не только нашего, казахстанского масштаба, но и всемирного масштаба. Именно в Астане проходят важные политические мероприятия, в том числе достаточно назвать съезд мировых традиционных религий, которые нигде, кроме Астаны, не собираются. Карагандейцы показали играющие свою богатырскую силушку и послушали знаменитых людей города. Участники первого этапа эстафеты стартовали от здания областного акимата и финишировали возле стадиона «Шахтер». Всем, кто преодолел дистанцию, вручили именные сертификаты. Здесь же на финише для бегунов устроили баурзак-шоу и кунш-шоу. Второй этап эстафеты оказался довольно длинным, поэтому организаторы разделили его на 16 участков. Старт в Караганде, возле кафе «Встреча», финиш в Тимиртау, рядом со зданием историко-культурного центра первого президента Казахстана. Эстафета была смешанной, поэтому по Тимиртауской трассе сначала ехали велосипедисты, потом инвалиды-колясочники, а замыкали строй бегуны. Символично, что в состав каждой команды входил 17-летний участник. Это задумка организаторов эстафеты. Таким образом, они подчеркнули, что спортивное мероприятие приурочено к 17-летию Астаны. В итоге победителями стали сразу две команды. Так произошло, потому что призовые места распределяли между городскими и районными сборными отдельно. Лидерами эстафеты стали команды Караганды и Абайского района. Им вручили грамоты, кубки и ценные призы. В карагандинском регионе немало делается для развития экономики. Один за другим создаются субъекты предпринимательства в городах и районах области. Один такой объект – торговый дом «Норма-Н» – был открыт с участием Акима области Нурмухамбета Абдибекова. Новый торговый центр «Норма-Н» открылся в микрорайоне Гульдир-1 на юго-востоке Караганды. Стоимость этого проекта составляет 800 миллионов тенге. Уже создано около 30 рабочих мест. Помимо основных торговых отделов, здесь имеются дополнительные объекты по оказанию услуг. Это аптека «Империя здоровья», фирменный магазин «Тескома» и отдел косметики «Вивасан». Обращаясь к участникам этого события, глава региона отметил, что на сферу торговли приходится значительный объём в общем региональном продукте. И Карагандинская область занимает третье место в стране по товарообороту. Здесь достаточно широко представлены наши отечественные товаропроизводители, в том числе и наши карагандинцы. Это и молочная продукция, это хлебобулочные изделия, мясная продукция, рыбная продукция и другая. Открытие таких объектов позволит населению пользоваться современными форматами торговли, получать услуги более высокого качества. Существенное то, что при этом создаются дополнительные рабочие места. Пополняется бюджет. После торжественного открытия Акимобласти осмотрел торговый зал, ознакомился с наличием товаров, интересовался, есть ли здесь отдел с товарами казахстанского производства и пожелал успеха коллективу торгового дома. В честь открытия в супермаркете была проведена акция скидки от 10 до 40% на различные виды товаров народного потребления и вручения продуктовых наборов для многодетных семей. Николай Кровец, Ажас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Прервёмся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надёжный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В день рождения Астаны пяти ровесникам столицы, проживающие в шахтёрской столице, выручили удостоверение личности. Эту важную миссию доверили Акиму Караганды и Нурлану Абакирову. Сергей Чурсин – один из тех пяти счастливчиков, кто получил удостоверение личности из рук Акима города. Парень закончил девятый класс в 93-й гимназии. За все годы учёбы он неоднократно участвовал в различных школьных олимпиадах и соревнованиях, где становился абсолютным победителем. Сергей уже определился, какую профессию он хочет получить в будущем, и собрался поступать в мединститут. Ну, там требуется терпение, а у меня есть терпение. Поэтому, в принципе, хирург подходит мне в профессии эта. Пусть наша молодая, но уверенно смотрящая вперёд столица, процветает, объединяет всех нас, становится величественней и прекрасней, укрепляет свои позиции в мировом сообществе. Желаю всем здоровья, успехов и счастья в жизни, мира и благополучия каждой семье. Кроме того, Аким города вручил ряду общественных деятелей шахтёрской столицы юбилейные медали к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Ход реализации государственной программы развития моногородов и комплексного развития Жасказганско-Улутауского региона выяснял первый заместитель Акима Карагандинской области Ассалбек Дюсюбаев в своей рабочей поездке в город Сапаев. В ходе рабочей поездки Ассалбек Дюсюбаев ознакомился с результатами социально-экономического развития, реализацией государственных программ, ходом строительства жилых объектов. Первым посетили коттеджинг-городок, строящийся в рамках комплексного развития Жасказгана-Улутауского региона для переселения жителей поселка Жасказган. Далее Ассалбек Дюсюбаев ознакомился с работами по строительству 56-квартирного арендного дома в рамках программы «Доступное жилье 2020» и строительству 6-го микрорайона. В завершении поездки было проведено совещание, на котором рассмотрели результаты социально-экономического развития города Сапаева за 5 месяцев 2015 года. Массовое строительство, как известно, в Карагандинской области за всю нам историю происходит именно в вашем городе. 7 миллиардов надо освоить в этом году, построить 9-9 этажек, 5-этажек. Это даст мультипликативный эффект, должно дать всему развитию всей строительной отрасли и экономики нашей области, потому что будет использоваться рабочая сила с нашей области, строительные материалы, которые производятся в том числе и в Карагандео областном центре. По итогам совещания первый заместитель Акима Карагандинской области дал ряд конкретных поручений руководства города по дальнейшему развитию. Первый заместитель Акима области Аслабек Дюсюбаев побывал с рабочей поездкой в Жанаркинском районе. В ходе поездки он ознакомился с ходом строительства ряда социальных объектов. Это 16-квартирный жилой дом, инженерно-коммуникационный, инфраструктуры в новом микрорайоне Жананур и другими предприятиями. Аслабек Дюсюбаев побывал в детском саду Акерки. Ознакомился с работой сельскохозяйственных предприятий, молочного завода СПК «Зергер Агро» и крестьянского хозяйства «Жан Булат». Проверяя, как идет работа, Аслабек Дюсюбаев задавал вопросы рабочим и руководителям. Здесь все инженерные сети для четырех домов пока. 2,16-квартирный, 2,8-квартирный, котельный и водостабжение, канализация или простабжение полной. Продолжилась поездка посещением промышленных объектов Жанаркинского района, угольного разреза «Жалын», месторождения по добыче марганцевой руды «ТОО Арман-100» и головной нефтеперекачивающей станции АТАСУ компании «Каз Трансойл». В принципе, показатели неплохие, как экономические, так и со стороны строительства. Количество скота увеличивается, объем инвестиций растет, торговля процветает. В завершении поездки Аслабек Дюсюбаев провел совещание с активом Жанаркинского района, на котором дал ряд конкретных поручений Акиму района по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Лариса Хусейнова, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Сегодня на 86-м году жизни скачался известный карагандинский скульптор Анатолий Белык. Горожане знают его как создателя символа нашего города монумента «Шахтерская слава». Анатолий Белык вместе с семьей приехал в Караганду в 1957 году. За свою жизнь Анатолий Петрович создал более 30 памятников среди самых известных памятник Нуркену Абдирову и монумент «Шахтерская слава». В 1999 году он стал почетным гражданином Караганды. Прощание с Анатолием Белыком пройдет завтра, в среду, 8 июля в 11.00 в Свято-Виденском соборе на Юго-Востоке. План нации «Сто шагов» по реализации пяти институциональных реформ реализуется и в сотрудничестве между Акиматом Карагандинской области и ТО «Евразийская группа» в рамках программы развития регионов до 2020 года. Об этом свидетельствует подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Евразийская группа является самым крупным производителем феррохрома и одним из основных производителей железной руды и глинозема в мире. В Казахстане компания всегда была опорой экономического роста. На ее долю приходится 4% валового продукта страны. Она является основным поставщиком электроэнергии в стране. «Давно сложившиеся тесные деловые взаимоотношения они находят свое продолжение не только чисто в производственных контактах, но и в реализации различного рода социальных проектов». Евразийская группа планирует реализовать жилищную программу для работников казахстанских предприятий, входящих в компанию. В Караганде в 2017 году планируется ввести в строй жилой дом общей площадью 5000 квадратных метров. Квартиры получат 90 семей. Председатель Совета директоров Евразийской группы Александр Машкевич сказал, что компания намерена отойти от такого понятия, как очередь за жильем, которое появилось еще в советские времена. «Сегодня у нас радостный день, потому что сегодня 30-летие шумаркурского разреза. Это исторический день, потому что мы прошли долгий путь и, я думаю, всем видно поступательное развитие нашего шумаркурского разреза. Мы видим результаты и мы строим серьезные-серьезные перспективы». Напомним, что в апреле нынешнего года Кематобласти и Евразийская группа подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации социальных проектов на сумму в 250 миллионов тенге. Сотрудничество между областным исполнительным органом власти и компанией продолжается. Сергей Высокосов, Улжас Галбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Жители села Дубовка около 20 лет переживают дефицит воды. Местный народ подозревает, что всему виной чиновники, которые якобы не выполняют свои функциональные обязанности. Актуальные водные проблемы появились еще в 97-м году, говорят люди. Местные власть отключили поселок от жартасского водовода. Кроме того, в прошлом году здесь рухнула водонапорная башня. Взамен чиновники обещали построить новые по государственной программе питьевая вода. На строительство даже выделили миллионы тенге. Однако на сегодняшний день из 10 скважин в эксплуатации только 5, говорят жители. У них огороды, они посадили картошку. Картошка, значит, естественно, не поливается, ничего не поливается. Этот год они остаются без урожая. Острую нехватку воды переживают только несколько улиц. Сегодня сотни жителей поселка вынуждены брать воду у соседей, а другие вовсе покупать ее за бешеные деньги. Между тем, элитная часть Дубовки этих проблем не ощущает. Сельчане подозревают, что вода к ним не поступает именно из-за них. Эта скважина, она качает, но она не в полном объеме работает, так как она с 2008 года, воду ее не включали. Она заиленная, поэтому она дает воды не в соответствии с нормативами. Тем временем местные власти уверяют, вода поступает к жителям Дубовки в полном объеме. Говорят, пять скважин подают в сутки около 1300 кубов. Мол, люди сами не умеют экономить. Эта проблема у нас есть в селе, не только в селе, но и в Дубовке, это вообще по району, везде это проблема. В летний период у нас проблема. В связи с тем, что в летний период у нас мы сельская местность, естественно, у каждого есть огород, люди поливают помидоры, огурцы, картошку, морковку. И в летний период у нас проблема с водой, воды не хватает. А вот проблему с водонапорными башнями чиновники обещают решить в течение года. К слову, чтобы Дубовку вновь подключить к жартасскому водоводу, ответственные люди разработали проект. Однако, выделят ли деньги, так и остается неизвестным. Миром Гульсал Кимбаева, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В связи с ремонтными работами 8 и 9 июля Караганда и ближайшие микрорайоны останутся без воды. По окончанию этих работ будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводных сетей. В связи с этим жителям рекомендуют запастись питьевой водой на трое суток. ТО Караганды-Жарык будет проводить работы по замене железобетонных опор. При этом будет прекращено электроснабжение водопроводных станций Караганды-Су. А без электроснабжения насосные станции работать не могут. Жителям Юго-Востока, Нового города, Михайловки, микрорайонов, Восток 1, 2, 3 и 5, Голубых прудов, Майкудука и поселка Актаз будет прекращена подача питьевой воды. В компании ТО Караганды-Жарык запланированы работы на воздушной линии 110 кВт Новый город Федоровка. Напряжение также будет ограничено в некоторых частях города. Это в частности Михайловка по большей части и некоторые районы центра города. Будут работы проводиться с субботы на воскресенье с 11 на 12 число в ночь с 2 до 6 утра. Также будут потребители без света. По окончанию работ на сетях электроснабжения 8 июля после 20.00 будет произведен запуск насосных систем на водопроводных станциях. После проведенных работ вода будет подаваться с повышенной дозой хлора под давлением. Во избежание отравлений не следует использовать воду для приготовления пищи и питья. Жителям перечисленных районов рекомендуется иметь трехсуточный запас питьевой воды. Лариса Хусыинова, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде прошла вторая выставка информационно-молодежного проекта «Е-Алей». Она посвящена дню рождения столицы и 550-летию казахского ханства. В ходе выставки посетители Центрального парка культуры и отдыха были ознакомлены с информацией о казахских ханах, биях, батырах, которые были скрыты под специальными кодами. После чего участники выполняли задания по содержанию выставки, состоящие из 10 вопросов. Участники, выполнившие задания на «Отлично», приняли участие в розыгрыше призов от спонсоров. Реализация данного проекта, по словам организаторов, будет продолжена. На данной выставке будет предложено 20 выставочных стоек, на которых изображена информация ханов, бьев, султанов от становления казахского ханства до независимости. И каждый житель города может пройти к любой стойке, ознакомиться с информацией и по итогу ознакомления с выставки пройти тестирование. Сильный ветер в Караганде едва не сорвал выставку «Фотосушку. Моя столица. Моя гордость», посвященную дню рождения Астаны. Жители Караганды хотели познакомить с историей становления новой столицы и достижениями современного Казахстана. Жители и гости города смогли познакомиться с прекрасными пейзажами архитектуры Астаны, но только с помощью фотографий. Все снимки закрепили на веревках с помощью прищепок. Все работы разные. Есть современные здания и свадебные картинки. Сделанные тоже в столице. Все фото взяты с фотогалереи. В основном взяты фотоматериалы из интернета. Данные фотографии это фотографии Астаны. Старые Астаны, новые Астаны. Правда, снимки разведеть удалось немногим. Сильный ветер буквально срывал фотографии. Организаторы даже надеялись, что погода все же успокоится и карагандинцы смогут насладиться фотосушкой. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Состоялось открытие нового мясного павильона на рынке Шигыз. Низкие цены и всегда свежая продукция будут доступны для жителей города Караганды. Каждый день в мясной павильон будут привозить около 7 тонн мяса. Площадь мясного павильона около 700 квадратных метров. Этого вполне достаточно, чтобы разместить здесь 78 отделов. Но это только начало. Вся продукция будет поступать на рынок без посредников. Поэтому и цены будут ниже. Стоимость говядины от 900 тенге, конины от 1500 тенге, баранины от 900 и свинины от 850 тенге. Говядина сейчас у нас отдельный зал предоставлен, как вы видите. Канина у нас отдельно, баранина отдельно, свинина отдельно. Все для народа, все привилегии. Реконструируемся. Мясо у нас цены приемленные. Мы стараемся, чтобы людям гораздо, кто хочет молодое мясо, кто хочет меньше. Низкие цены и высокое качество. Именно это обещают потребителям. Каждый сможет найти то, что ему по вкусу. Первые покупатели уже оценили работу павильона. Говядина, конина, баранина здесь все есть. На любое торжество, да и просто для себя. Теперь будем покупать только здесь. Видно, что мясо хорошее, да и цены вполне приемлемы. Чтобы мясо было свежее, его привозят из ближайших поселков. Продукцию можно покупать оптом и в розницу. Руководство павильона уверено, товар не будет залеживаться. Городские кафе и рестораны уже согласились покупать мясо у них. Мясо уложено все халавы. Мясо чисто режется. Сейчас экспертиза у нас проходит 100% начиная с, проверяем с головы до, до, как говорится, 100% проверка идет. Так что, приходите на нашу гос. Будем всегда рады. Цены у нас низкие. Лариса Кусынова, Жеслан Глубеков, Арман Мартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Солболстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин